расскажите о чем в первую очередь вы хотите переговорить с коллегами и какие вызовы за последний год вам пришлось преодолеть ну вообще это такая достаточно большая конференции получилось что здесь будет огромное количество сетей и оффлайн и онлайн плюс производители что немаловажно потому что в общем категория управления невозможно без этих двух частей ритейлер и производитель о чем собираемся переговаривать сейчас действительно существует как бы два таких вызова по изменениям потребления первый вызов связаны с коронавирусом и вообще с нашей стагнации потребления еды в литрах килограммах второй вызов то что происходит по сути в течение 10 лет смена глобальных поколений и вот это новое поколение она вообще имеет другое потребление что отражается на полках магазинов и вот те проекты которые будут сегодня озвучены на катмен связанные с айти зош с коммуникациями для покупателей с другими товарными категориями они как раз абсолютно альтернативный тем категориям которые развивались буквально 10 лет назад и вот это вот самое интересное об этом будем разговаривать если говорить про вызовы 2020 2021 это онлайн и вот здесь вот в разрезе категорий чуть-чуть подсветите ваше мнение мнение такое же как у рынка онлайн развивается в нон-фуде в большей степени в фуде в меньшей степени но даже вот фуде мы видим те категории которые глобально бегут в этот онлайн там детские игрушки нон-фуд бытовая химия это те категории которые будут развиваться безусловно онлайн и на мой взгляд на сегодняшний момент те магазины которые сейчас уже новые люди называют каменными которые мы представляем а у них есть все шансы сейчас войти в этот рынок независимости что он не рентабельно еще до сих пор просто можно потерять время это как в истории когда приходила электронная фотография кодек они сменили кодек и кодек в это не верил также как сейчас многие может быть каменные магазины не верят смотря рентабельность но это произойдет очень быстро и мы видим как озон вышел на ipo сумасшедшим образом и стал просто самой капитализированной компании онлайн в россии но у каменных магазинах есть большой потенциал каждый их магазин может превратиться в dark store и их доступность до покупателей максимум ну минимально там 5-10 минутной шаговой доступности нужно туда просто бежать это мое мнение